всем привет ребята утро 8 часов утра сегодня я первый раз еду в америке в другой город с неговорящим по-русским родственникам мне предложил river к реке сходить спешу ли я домой ну я как говорится пока не поеду я не спешу никуда смотрите быстрее вот это сенат маленького города здесь заседает вот здесь вот сидят вот зрители вот мы можем прийти посидеть не далеко речка а сколько мы еще будем ехать мед майлз и майлз и вы давно я и вот смотрите сколько едем по дороге вот такие вот мосты встречаются веду ки и кругом они делают так чтобы дороги которые идут второстепенные не пересекали вот эту главную дорогу то есть нет остановок все время едешь и едешь и едешь и почти что не примыкают дороги я даже нигде не видел что там с вороток но есть конечно но и в основном может 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 вон там дальше опять виднеется виадук народ едет кататься на велосипедах возле думаю видимо уже надоедает видите как прицепили 4 велосипеда продолжаем движение на запад дэн сказал что ехать нам примерно еще семьдесят две мили представляете как ты торопишься домой нет ездим на речку но я думал тут недалеко свернуть куда-то за куток а он оказывается еще хочет семьдеся мили проехать и говорит мне ну посмотришь как раз полукаешь ну да говорю погнали раз есть время и желание когда я еще приеду по америке да уж кукурузные поля прям кругом продолжаем движение в сторону реки еще похоже ехать ну минут тридцать степь достиг кругом далек лежит между прочим когда свернули на запад меньше стало лесов больше степи как казахстане появились ветряные электростанции то есть сколько мы проехали по дакоте электростанции было маловато тут свернули на запад это примерно от нашего города ну не 150 и меньше а может даже и 200 видите какие мельницы крутят электричество вырабатывает картина проезжаем виадук из-под него выплывают вот эти вот ветряные мельницы которые мелят вырабатывают электричество знаете на душе радостно просто можно сказать из ничего люди добывают электричество нет ничего сжигать перегораживать просто поставил мельницу понятно что везде свои сложности вот от этих мельниц от этих пропеллеров я не знаю как правильно называют ветрогенераторы страна становится богаче да огромные конечно лопасти сколько метров даже не знаю сейчас спросим ну там видите поля видно не видно будет с этими проехали новые поля начались с этими пропеллерами вот здесь вот поля то есть очень много очень много этих пропеллеров очень много вырабатывается электричество ветром ветрогенераторами пейзаж пейзаж вот такой нормальный смотрите кругом на полях вот такие заготовки сенов можно купить подъехать вот сколько едем нигде не видел еще брошенного поля кругом чем-то занято что-то делают посмотрите одна из немногих линий электропередач которые наверху но это между штатами идет вот от этих как раз мельниц вертушек по проводам наверно высоковольтные провода идут 5 те же пейзажи скошенная трава слева а справа кукурузные поля заехали в городок чем берлэн не знаю сколько здесь населения ну сейчас посмотрим что за город кладбище видите кладбище вот она далека долина реки сейчас подъедем к ней и подъезжаем к зоне отдыха я так понял реструм газ да и оттуда наверное откроется вид на эту долину посмотрим не просто воткнули где захотели туалет чтобы человек остановился еще и покайфовал посмотрел вот видите собачек выгуливают сколько автомобилей здесь без передних колес велосипеды наверно чтобы не торчали я так понял видео скульптуру смотрите очень много народу все идут фотографироваться он там возле индейской женщины из племени дакота woman дакота все таки женщина индейская а статуя называется судьба металл Да, я думаю, что это, да. Я бисон, чувак! Пиктор? Я сниму фотографию. Это отсюда, давай. Вот отсюда. Здесь? Нет, с собой, с собой. Привет! А пусть говорят. Метал. Металлическая. Видите, какая долина? Не знаю, как будет камера передавать. Да. Это Миссури. Миссури? Да. Миссури, река Миссури. Сейчас пойдем поближе посмотрим. Не, ну так-то вообще красиво. Идем к речке, посмотрим поближе, что за речка. Миссисипи. Миссисипи. Ну вот, смотрите, дошли до смотровой площадки. Миссисипи. Ну как-то тут не очень видно. Деревья все закрыли. Смотровая площадка старенькая. Миссисипи. Миссисипи. И вот сюда. О! О! Посмотрите. Один мост, да? Вот там второй мост. Не знаю, видно, не видно будет. Наверное, не видно. И вот там дальше еще третий мост. Ну то есть городок-то тут маляпусенький, а три моста. Вот один мост. Это я только вижу три моста. А там, наверное, еще больше есть. Интересная тут такая низкая растительность. Когда я еще здесь буду? Может быть, никогда. Прикольно. Спасибо Дэну. Показал. Все это дело. Айси! Пойду гляну еще там. Камни вот вы. Тут уже люди сами натоптали. Как бы официальной дорожки нету. Но люди сами натоптали. Вау! Какая река огромная. Миссури, как Дэн сказал. Попадает она в Миссисипи. Бежит через несколько штатов. Огромная река, что говорить. Вон она, видите? Мост вот этот, про который я вам говорил. Ну, примерно что-то похожее на опи. Может, даже поширенее, побольше. Не могу сказать. Все-таки я думаю, что это более равнинная река. Потому что перекрыты два моста. Пол реки перекрывает насыпь и мост. Ну, то есть, ей хватает места проскочить в большем перекрытии. Миссисипи. Миссисипи. Или как правильно сказать, не знаю даже. В маленькую селку проскочить. Вот так. Вот там, видите, вниз идет дорога. Это к мосту, к реке. Очень много автомобилей. Везде залиты вот такие вот дорожки. Вот, как бы у нас сказали, в самом захолустье. Ну, тут, я так понял, захолустья нет. Тут просто люди живут. Кругом создают себе зону комфорта. Вот, смотрите, вот эта вот женщина. Это индейцы. Так вот, индейцев в этом штате всего лишь полтора процента. А видите, дань уважения дают. Кругом флаги. Такие местечки для отдыха. Видите. Можно постоять, покушать летом. Summer. Summer. Видишь? И опять очередной туалет. Мужчина, женщина. Вот. Very close. Holiday. Методическая такая, вырезанная. Лазер. Бот. 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 Мужей? Да. Мужей, видите, какой бот. Покажу здесь вот. Вот он. Вот это бот. То есть, корабль, на котором плавали по этой Миссурии, я так понял. Туда можно будет зайти, но он пока в клоузет. Клоузет. Ребята, придорожный туалет. В мужском туалете место для пеленания ребенка. Представляете? Ну, это детская, наверное. Мужчина. Я херею, ребята, с этого туалета. Бесплатный туалет. Просто на дороге. Мусорные бачки кругом стоят. Видите? Нигде ни мусоринки, ничего нету. Все. А вот это здание полиции, которое контролирует дорогу, по которой мы сейчас едем. Видимо, федеральная дорога, какая у нас. Вот такое здание. Ну что, до свидания. Гудбай, Миссури. Миссури. Дэн, спасибо. Верима. Верима, Верей, Верей. едем едем назад представляете мы сегодня пролетели вернее он проехал сегодня 257 миль это примерно я вам сейчас скажу 257 умножить на 6 еще 60 60 320 и еще 50 30 340 короче 400 километров это мы можно сказать доехали от барнаула до семипалатинска мост едем едем к дороге по дороге к реке не знаю поедем через мост или нет понимаю плохо ну примерно что-то понимаю вот эти рекламы посмотрите вдоль дороги вот ты все-таки поедем по мосту опускаемся уши закладывает на уши приходится сглатывать посмотрите скорость 80 миль круто это 130 примерно по нашему там 127 что ли точно точно не знаю но идем круто вот это здесь дорожный мост а там еще один мост и вот он мост через эту речку да три моста сразу машин практически нет потому что ну чтоб разгрузить дороги я так понимаю для чего мосты строит сейчас мы едем по дамбе которая засыпана ну скорее всего течение не сильно мощная а так бы и учебы засыпали вау вот так немножко ну соу-соу Сейчас время уже час Завтракал я в 7 Ну, можно было, конечно, еще и потерпеть Но Дэн предложил Перекусить Предложил попробовать Бургер Из буйвола Посмотрим, что за бургер Дакота Шил Вот такие придорожные кафешки Отделанные деревом Дерево почернело Но это придает им большой шарм Сейчас будем пробовать Что за бургер Вот так вот, подкатили Шопинг Работают здесь бабушки Можно сказать, женщины Обедают тоже Далеко не молодежь Почему-то нас пригласили присесть Смотрите, народу сколько Меню? Меню? Меню И для caps eines выбора Меню Кофе? Меню Скажите На бургере есть латтый, томатый и мяо. Добавь это на стороне. На стороне, пожалуйста. И чтобы пить? Кофе. Он любит крем. Я любит кофе. Я хочу хамбургер и фрайс. Это просто хамбургер и фрайс? Да. И все на стороне? Латтый, томатый и мяо? Да, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Африанский. Афро-американ. Не рожа. Нет, нет. Нет, нет. Притащила водички. Как всегда сойдем. Классно. Две вот таких вот баночки сливок. Кофе. Дэн сказал, что будет за меня платить. Я ему предложил доллары. Он говорит, я сам. Не надо. Сейчас посмотрим, что за бургеры будут. Да, ребята. Преодолеть 250 миль. Вот. С Дэном. 250 миль. Чтобы здесь кофе попить. Дринк. Кофе. Это здорово. Гуд. Хе-хе-хе. 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 Вот такое убранство. Незамысловато. И в то же время, смотрите, ковры на полах. На полу. Мягкие такие сидения. И сказать, что тут прям супер мупер. Но все так культурненько. По-семейному, можно сказать. Сейчас только что сфотографировался с Сьюзом. Темнокожая американка, так будем говорить. Прикольная. Вот принесли нам покушать. Офигеть. Тут порции, блин. Моры. 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 Байсон. Четыре. Моры. Ммм. Мик. М. Значит, покушали. Как всегда. Моры. Моры. Объелся. Не по горлу, а по макушку. Все. Сейчас сфотографируемся. Пойдем. Неситов. Нет десерта? Нет десерта. Вы хотите десерта? Нет. Нет. Вам поль? Покушали, попрощалась с нами культурная девушка. Bye-bye. Покушали, теперь нужно рассчитаться, то есть расчет при выходе. Не увидел сразу. Отделан деревом, плиткой. American Dura, часы, всякие бездевушки, туристы, туристы. Так, для обзора пройду, покажу вам всем. Это уже Merry Christmas. Все кругом уставлено, покупайте ребята, вау, бетон какой интересный. Металлический даже, у меня нет слов, посмотрите все в ковролине. 22 тепла. 22 тепла. Книги. Чего только нету. Очки. Хожу, смотрю, украшения разные. Просто вам обзорчик делаю, ребята. Посмотрите. Ну все. Чего? Куда? А? Мне куда-то Дэн показать. Обувь. Макасин. 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 Лариса, мне. А? Мне, Лариса. Макасин. Макасин. Да, совсем мало заряда осталось. Не знаю, на шкуках хватит. О, а это продукты, да? Должный старт. Ит. 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 Как всегда стоянка. Что такое было? Мм? Спасибо, гостеприимное кафе. Бай-бай. Едем, наверное, домой. Идет ремонт дороги во всей трассе. Вот что мы ехали, все время идет ремонт дороги. Молодцы. Кстати, когда я ездил в Екатеринбург, в 2015 году. Очень много было ремонта дорог. Сейчас не знаю, как обстоят дела. Пишите комментарии, может кто-то ездит часто. Ну, ремонтируют дороги здесь здорово. И что самое главное, пробок вообще нет. Я помню, мы в Екатеринбург ехали. Бывало по 15, по 20, а то и по полчаса стояли в пробке. Вот в таких местах, где ремонтируют. Тут пробок нет. Опа, это мы выехали на обочину. Проезжаем небольшой городок. Кеннебаг, по-моему, да? Смотрите, элеваторы. Вот это вот для фермерских. Я не знаю, что здесь хранят. Ну, тут же какие-то боксы. Вот. Техника. То есть, все время по дороге что-то есть. Редко, очень редко. Может быть, одну милю. Не видно никаких строений. А может, меньше. Местность стала напоминать больше Казахстан. Казахстан. Это район Аягуза, Чарска. Дальше не знаю. Мало ездил по Казахстану. Ну, вот эти места. Степи. Посмотрите, ребята. Вон там едет машина. Как бы дорога. Я спрашиваю у Дэна, что это за дорога. Он говорит, это старая дорога. Ну, двухсторонняя. Ее не стали разрушать. И вот сделали вот одну, а там еще одну полосу. Та встречная, эта в ту сторону. А потом можно ехать, ну, параллельно в ту и в другую сторону. То есть, три дороги в одну сторону. Представляете? Это глубинка. То есть, не разрушают старую, а просто делают рядом новую. И все. Молодцы, ребята. Дэн запасся. Видите? В дорогу набрал кока-колы. Предлагает мне, а я не могу рубиться. Что за кока-кола? Кока-кола. Да, ребята. Американцы привыкли путешествовать с комфортом. Вот очередной туалет, я уже внутри не стал снимать. Но у него тут и кока-кола, все лежит. Молодец, хорошо приготовился. Дэн, хорошо. Спасибо. Вот так, смотрите. Ребята путешествуют. То есть, дом на колесах и сзади велосипеды. Ну, видимо, куда-то приедут в городок. Стоят в парк трейлеров. И едут на велосипедах. Окрестности осматривают. И таких машин уже встречается. Ну, я не знаю, не считал. Ну, штук 20-30. Больше, наверное, уже. Не, больше встретил. Все куда-то едут. Не зря же говорят. В Америке переселяется 40 миллионов человек в год. То есть, это все население Украины. Представьте себе. Повернули на север мы в сторону Канады. Едем в город Пирс. Столицу штата Южная Дакота. Ну, городок вроде небольшой. Сейчас посмотрим. Видите, пошла пересеченная местность. Вот такая. И здесь невыгодно использовать технику. Ну, то есть, вот эти сопки, перепады. Поэтому это используют ковбои. Не фермеры, а ковбои. И пасут здесь скот. Смотрите, мы в какие места заехали. У меня батарейка села. Говорю быстро. Сейчас пока ее подзаряжаю. Вот там он. Сопочки кругом. Горы. Здесь больше ковбоев. Это что за город? City. What city? Fort Pierce. Сейчас едем по городку. И здесь вот прям в городе. Смотрите. Речка идет. Река. И вот смотрите, сколько здесь снега уже нагребли. У нас-то и немного было, где мы живем. А вот речка. Смотрите, флаги, какие флаги. Это флаг, наверное, Южной Дакоты и американский флаг. Вот она река. Серьезная, так сказать. Можно выразиться, речка. В городе едем, и в городе сразу появились грузовики. По трассе грузовичков вот таких пикапов мало. В основном они в городах. Ну и что-то перевозят. А по трассе на таких грузовичках ездить невыгодно. Поэтому мы вот сейчас тоже едем не на грузовике, а на Хунде. 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 ЦРВ. Или CRV. Президент Перл. Капитал. Президент Перл. Капитал. Да? Нет. Говеннер. Нет. 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 посмотрим такое здание реконструкциях реконструируют его тут или что тут делают не знаю но обнесено оно все лесами не знаю что здесь за заезжать нельзя do not enter остановились на знак стоп и едем куда нам нужно дэн говорит сейчас подойдем к зданию сможем если то зайдем и осмотримся для города в котором они проникнули здание опять идем в туалет экскурсия по туалетам смотрите здесь какие шикарные сливные бачки смотрите вот это цельные плиты из мрамора я не знаю откуда их приперли но бачки мне тут понравились а вот такие двери здесь видели закрываться прикольно это что за здание смотрите какие лестницы мраморные белые я не знаю сколько населения ну капец а вот тут уже батареи смотрите батареи от не греет нифига старинные батареи у каждого штата есть свой капитолий вот и они здесь заседают сенаторы то есть можно приходить смотреть а если свободно это вот портреты всех управляющих штат это вот портреты всех управляющих да штат президент штат я не знаю я не знаю кто-то в субботу субботу в Санкт-Дакоте то есть мы пришли выходной день weekend me you me и свободно гуляем да здесь отдыхаем быстренько включил камера садится катастрофически посмотрите вот этот капитолий здесь по моему с позапрошлого века он еще не знаю смотрите быстрее вот это сенат маленького города здесь заседает вот здесь вот сидят вот зрители вот мы можем прийти посидеть ну вот ребята капитолий правительство штата южная дакота здесь я побывал правда камера села не вовремя участвовать я включил на зарядку но уже назад не пойдем и так уже весь день мы истратили на экскурсию спасибо дэну сеньки дэн да провез меня по всему практически штату ну не по всему конечно ну такие важные места еще вот на четыре президента фор президент фор президент это рашмар в следующий раз да следующий раз мы попадем видео такой пруд вот такой капитолий там вот мемориал я его не смог снять потому что села мемориал воинам которые защищали свободу соединенных штатов во всех войнах не только великой отечественной но их корейской войне ибо вьетнамской войне вот это вот пруд здесь чайки вот такие вот дела ребята так вот вот он президент там фотографии развешенные в парламенте мы побывали нижняя палата верхняя палата там две палаты как мне объяснил дэн сфотографировался у меня сфотографировал на телефон я постараюсь поставить это в этот в свое видео что все посмотрели вот куда деньги надо тратить ребята на благоустройство города своего да куда деньги дьем непонятно вот это дом где живет губернатор штата видите он где живет не в москве например не в нью-йорке но у нью-йорк но вашингтон он живет здесь в штате и управляет им вот такие вот дела вот его дом с другой стороны и счет гараж я так понял что он не только здесь живет он еще бывает и других городах штата то есть и там у него есть резиденции ну точнее я узнаю конечно когда приду домой наташа мне четко все переведет если сможет вот это запруда она сделана именно для того чтобы здесь было такое видите бегает человек выходной день все едем дальше так вот ребята вот такую мы сегодня сделали поездочку не знаю когда она еще закончится наверно ближе к вечеру уже время много уже время четыре часа наверное все таки будем выдвигаться домой вот капитолий этого штата то есть где пишутся законы где заседает парламент сегодня у них выходной там наверху видите рабочие проводят работы на лесах ходят вот желтых майках это здание я не знаю успел сказать на камеру нет землю выделили в 1862 начали строить 1889 а по моему закончили 1908 году и у до сих пор это знание улучшается 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 вы там видели какие старинные там ну как сказать места для конгрессменов или кто-то как они называются пофотографировался короче а там фотки постараюсь поставить вот такие вот дела вот вам и захолустье окраина так сказать неплохо люди живут черт 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 дескат карты едем мы дальше оказывается еще не домой дэн мне спросил хочешь еще ведь одну вещь и говорю конечно хочу хочу больше увидеть разных вещей видим мы панове испеченной дороге ну то есть не она не новая дорога заказана сверху но вау смотрите какое море или озеро это не знаю чё это такое снимаю я видите вот это миссури река это она перегорожена плотина я так понял и здесь вырабатывается электроэнергия поэтому здесь и много столбов с электрическими проводами высоковольтных посмотрим это вот эта плотина вот она там идет вся вода чтобы разгонять турбины я так понял сейчас мы туда подъедем на автомобиле отъезжаем и вот к этому сооружению можно сказать огромному которая черпает энергию с воды сейчас подъедем поближе включусь вот она вся сила сила воды смотрите вот отсюда вытекает она и сейчас мы посмотрим видите электрические дела здесь такие смотрите вот такая вот стояночка вот она мы тут одни сейчас и вся вода миссури которая перегородила плотина идет вот через эти вот генераторы потом она видимо на трансформаторы идет я не знаю как устроено тут все посмотрите сколько гусей вау они здесь все пасутся я так смотрю смотрите полетели вот она электроэнергия кроме того что ветер качает электроэнергию вам показывал еще и гидроэлектроэнергия подойду может поближе посмотрите видите тут потоки воды какие-то были не знаю что за потоки видимо дожди ее тут перегораживается все это камнями смотрите смотрите какая красота смотрите смотрите камни купаться запрещено я так понял на лодках плавать запрещено ну вот снимать не запрещено видите вся вода миссури но я вам скажу об наверное все таки будет помощнее этой миссури не знаю врать не буду вон там наверху дэн стоит и вот по этим проводам по этим проводам расходится по всему штату а может даже и дальше электроэнергии ладно пойду наверх на возвышенность заехали я просто хочу снять панораму там вот эта река разделяет как бы на запад и на восток штат южная дакота и вот просто хотел показать вам окружности окрестности хотя примерно то же самое все но немножко не так здесь больше перепадов сейчас едем немного по другой дороге и сразу кукуруза сменилась подсолнечником видимо в другой местности немножко другое выращивают культуру хотя вот с левой стороны кукуруза появилась я даже не заметил пока говорил а вот и с правой то есть кукуруза все равно больше еще со времен Никиты Хрущева кукурузу он все ездил смотреть в статы до сих пор выращивают водонапорные вышки современные можно сказать большие снегу лежит ну не то что много но есть снег намело даже сменился сопки у нас остались справа и начались поля поля бескрайние как в Тайском крае как в Казахстане дорога тоже немножко поменялась немножко поуже стало уже не две полосы в одну сторону а всего лишь две но посевы продолжаются то есть что то уже убрали вот как здесь а что то еще убирать будут проводят электрические работы то есть натягивают провода местные электрики вот в очередной небольшой городок заезжаем видите все города начинаются в основном с ну такие небольшие с таких вот элеваторов с таких вот фермерских хозяйств смотрите сколько автомобилей потом начинаются с продаж техники сельскохозяйственные и тому подобное то есть и под самый этот везде засеяны кукурузы вон там школьные автобусы наверно при школе школе бас где нет школе бас нет да школьные автобусы а да да hello то есть города небольшие одноэтажные но не захолустья то есть люди живут достойно заезжаем на заправку заезжаем на заправку такой школьный автобус попросился посмотреть хай а сей я рожей Go ahead! I want to see our school bus. Wow! This isn't even the nice one! Thank you! Wow, отдыхайте! Good! That white one is our good bus. See that white one over there? That has our football team. That's our bus. Same town. See that big white one right over there? That's our school bus too. No. It's fancy, it's got TV. I understand. Thank you! Thank you very much sir. Thank you very much sir. Thank you very much sir. You're welcome. So we looked at the bus bus. The school bus I saw. I can't remember when I saw the bus bus. Thank you then. You're welcome. то есть сейчас посмотрели мой школьный автобус бас и оказывается нужно разрешение прежде чем зайти и посмотреть ну я спросил разрешение мне разрешили не знаю там какой-то париж видимо нужно разрешить разрешение не знаю короче говоря я не понял до конца но тем не менее видео сделал вот ребята это вам ответ на вопрос как относятся к россиянам здесь в америке то есть подошел просто спросил водителя автобуса можно мне детей сфотографировать вернее просмотреть на школьный автобус а там внутри дети пожалуйста смотри ну то есть никакой предвзятости хочешь смотри есть есть ну как сказать если можно это делать а не то что иди вон проклятый разведчик или еще типа того чуть он старенькие машинки сейчас звонила наташа и спрашивала где мы едем и вот они договорились с дэном что встретиться как бы на полпути городу куда мы где наташа живу она навстречу приедет и я пересяду к ним машину вот примерно так он еще не так проехал сколько миль проехал мальций вот мальций вот мальций по 5 все то есть 453 мили это я все скажу 700 километров представляете ребята 700 кира севин севин за за руку на вот качает наверно воду качать я не знаю чё потому что электричество вырабатывает подъезжаем к родному городу дэна юран местность сменилась видите появились появились небольшие рощицы лесные поэтому болотца появились здесь более сырая погода чем мы ездили туда первым или как первым так где мы смотрели с вами парламент штата скоро мы встретимся с дочерью она должна за мной приехать заезжаем в город хиран уху мы машины какие продают сейл коллекционер коллекция коллекция Это бизнес. Он использует краны, чтобы собирать вещи для людей. Так, стоп. Стоянка. Сразу дорога пошла двойная, то есть более-менее крупный город, сразу четыре полосы движения на трассе. Здесь вот сейл? Да. Смотрите, какое обилие техники продается. Вроде бы народу мало, а машин, ой-ё-ёшеньки. Сразу видно, чем занимается штат. Фермерские машины новые продают. И это в каждом более-менее крупном городе более 10 тысяч населения. Элеваторы. Элеватор? 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 Нет, мозг. Вода там. Элеватор? Корн. Корн? Ну понятно, кукурузу хранят. Элеватор это. Элеватор? Полиция. А что они делают? Что? Что-то перегородили и всё. Акцидент? Я не знаю. Я не знаю. Объезжаем, короче, моих. Дэн местный. Синекровь. Оп, дорога как у нас. Раша. Хайвей. Фабрика почему развалилась? Это что такое было? Что? Шумахер, да? Объехал, короче. Всех объехал. Чтобы не стоять в очереди. А тут что-то непонятное. А, реконструкция дороги идёт здесь. Вот что тут идёт. Заливает бетонную подушку. Причём работают в выходные. Реконструкция? Да. Вау. Селезин. В мире самый большой. Понимаешь? Ферма? А? Это ферма? Сейчас проезжали маленький населённый пункт. Я думаю, что же я не рассказал ещё. Оказывается, в каждом, в любом, мало-мальским населённом пункте. Вот в самом любом. Есть обязательно заправка. Заправочная станция. Даже если там, ну, два-три дома. Ну, не то, что там хутор отдельный. Ну, два-три-четыре дома. Ну, есть заправочка. А если город двадцать тысяч, там, сто, десять тысяч, то там, я считал, что-то десять заправок, пятнадцать заправок. Ну, вот так примерно. Вот очередное небольшое селение. Посмотрите, как всё устроено. То есть, аккуратненько. Бейсбольный стадион. Бейсбол? Футбол. Футбол. Американский футбол. Стадион. Всё аккуратненько. Население, я не знаю даже сколько. Может, есть пять тысяч, а может, нету. Остановились возле кафешки Subway. Вот, смотрите, какой здесь вид. Вот, продаётся техника. И ждём Наташу, Джереда, Алекса и Лорису. Вот они едут. Hello. Хаюшки. А вы чё, а где мать? Вы только. Вау. Привет, Джеред. Привет, Джеред. Привет, Джеред. А я думал, Алекс приедет. Ну так, ну зачем. Дочь меня на мороженом угостила. Спасибо. Пересел я в машину Наташи, Джереду и двигаемся мы домой. Остаётся у меня там несколько секунд съёмок. На этом, наверное, прощаюсь. Всем пока. Ну вот, осталось там 30 секунд. Привет, Мила. Привет. Ты сейчас с тобой? Заскучился? Привет! 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 Ау, это ты красавчик. Уху-ху-ху-ху-ху. Как дела у тебя? Дайте же ещё. Уху-ху-ху-ху.